Еще немного и природа явит нам чудо. А как еще назвать весеннее пробуждение, когда яркие краски весны буквально врываются в нашу жизнь. Но все мы знаем, что подготовка к такому чуду начинается еще задолго до того, как почки взорвутся листвой. Все начинается с сокодвижения. Люди давно заметили, что живительная влага, которая в начале весны пульсирует по растениям, полезна для нашего здоровья. Особыми целебными свойствами обладает свежий березовый сок. В этом году заготавливать сок белоствольных лесные хозяйства Брещены начали уже с первых дней марта. Не остановил и запоздал и снег, ведь даже растения чувствовали, задержится он ненадолго. Технология простая, но важно, чтобы делалось все с наименьшим вредом для дерева. Березы для заготовки сока специалисты выбирают по определенным параметрам. В начале мы подбираем делянки, подходящие по возрасту. Делянки должны быть не менее пяти лет до начала возраста рубки. Деревья, которые предназначены для подсочки, должны быть диаметром не менее 20 сантиметров. И в дальнейшем в них делают отверстия для подсочки. То есть есть параметры определенные для этого. Выбираются взрослые деревья, которые будут вскоре срублены не просто так. В любом случае для них это своеобразный стресс. Раны, сделанные человеком во время сбора сока, не всегда могут быть безобидными. Особенно, если это делает не специалист. Если делать подсочку сока в березах, который не соответствует параметрам, то есть либо она диаметром меньше, либо она еще по возрасту не подходит, мы нарушаем, то есть еще возраста не хватает этим деревьям. То есть в дальнейшем она просто погибнет в этом насаждении. Заболеет, потому что будет открытое отверстие, куда будут попадать всякие болезни, всякие бактерии. Сегодня, когда лесные хозяйства могут предоставить людям возможность заготовить целебный напиток, лучше делать это на официальных условиях. У нас 9 лесничеств, в которых ведется заготовка сока. Они находятся как в Брестском районе, так и в Каменецком районе. Все контакты расположены на сайте нашего ГЛХУ «Брестский лесхоз». Также газету мы давали объявления. Всего-то нужно позвонить в лесничество, заранее договориться о количестве сока и приехать в назначенное место. Здесь же проводится и оплата – 1200 рублей за литр. Цена вполне доступная, в отличие от штрафа. А потому стоит задуматься, так ли это необходимо – добывать сок своими силами. На сегодняшний день есть статья 15.22, которая предусматривает от 5 до 20 базовых величин штрафных санкций. Если посчитать, экономически это, конечно, невыгодно. Но, тем не менее, такие случаи еще на сегодняшний день существуют. Некоторые граждане пытаются даже заготовить березовый сок в полосах отвода автомобильных дорог. Но, хотя при этом, естественно, они должны знать, что мало того, что они это совершили незаконно, то еще, тем более, сегодня они сами себе наносят вред своему здоровью. Потому что в производящих деревьях накапливаются тяжелые металлы, которые остаются от выхлопа газа у легковых и грузовых автомобилей. Ну, и тем самым они подрывают свое здоровье. На сегодня представители лесных хозяйств области и областного комитета природных ресурсов констатируют факт – нарушений стало намного меньше. Погода, которая установилась в эти мартовские дни, идеальная для сбора сока. С одной стороны, днем столбик термометра уже давно поднимается выше нуля, а с другой стороны ночью подмораживает. Ну, и это значительно влияет на сокодвижение. В этом году за счет холодных ночей сок идет уже четвертую неделю. А тем, кто хочет заготовить целебный напиток, стоит поторопиться. Все закончится ровно тогда, когда почки на ветках начнут распускаться. Весна вступает в свои права. И это особенно заметно за городом. Но перед тем, как приступить к работам на земле, люди наводят порядок. Но все-таки не всегда безопасным путем. Уборку мусора и сухой растительности проводят самым быстрым и доступным способом – с помощью огня. Это несмотря на предупреждения экологов и представителей МЧС. Я вам скажу, это от нежелания навести соответствующий порядок. Потому что, как образуется сухая трава? Она не скошена в прошлом году. А сегодня там подгребсти, убрать ее культурно, без пламени. Но нужно потрудиться. Так же проще. Спичку бросил – вот и пожалуйста. Поэтому этого делать сегодня запрещено. Нельзя. Надо по-другому наводить порядок. Все, что касается наведения порядка на земле, это так или иначе связано с природоохранными вопросами. Тем более на сегодняшний день мы являемся координаторами областной программы. Поэтому все, что сегодня обсуждается, все касается так или иначе природоохранной службы. Мы принимаем меры предупредительного характера, но в то же время, значит, не исключение, что во всех районах имеются такие факты. И говоря о вот этом действии, я хочу сказать, что кроме вреда природе ничего хорошего не приносится. Бытует еще мнение. Весенние палы обогащают почву. Но экологи из года в год твердят, напротив, ущерб для природы и окружающей среды колоссальный. К сожалению, это заблуждение, о которых мы говорим из года в год. Потому что то удобрение, которое попало в почву после того, как сгорела трава, к сожалению, очень быстро вымывается с поверхностными водами. На том месте, где прошли палы или произошло выжигание сухой травы, уже не будет того разнообразия трав, которые были до этого. К сожалению, остается все больше и больше, площадь занимают сорняки. А те растения, которые не могут с ними сражаться, к сожалению, погибают. Гибнет все живое растения, насекомые, животные. Именно в это время птицы вьют гнезда и появляются птенцы. На территории области определены наиболее пожароопасные участки. Кроме того, по всей территории области участвующими структурами проведено уже почти 4000 рейдов. Как результат, это 386 оштрафованных людей за нарушение правил пожарной безопасности в лесах и на Торфяниках, а также за разведение костров. Сумма штрафов общая уже превысила 200 миллионов рублей. Люди уверены, они могут справиться с огнем. Но факты говорят об обратном. Ветер способен мгновенно превратить небольшой огонь в пожар. К примеру, в Драгичинском районе пламя унесло жизнь пожилого жителя этого дома, пытавшегося сжечь траву. Потому контроль за состоянием территории взяли на себя специально созданные межведомственные группы, в состав которых вошли представители областного управления МЧС и областного комитета природных ресурсов. Мы обращаемся к руководителям предприятий и организаций всех форм собственности о прекращении дачи соответствующих команд по выжиганию сухих трав. Надо, чтобы за каждым вот таким потенциально опасным участком было организовано соответствующее наблюдение специалистов предприятий и организаций с целью прежде всего недопущения выжигания трав. И если это произошло по какой-либо причине, с целью оперативного обнаружения и принятия всех необходимых мер по минимизации последствий такой ситуации. Для того, чтобы сжечь прошлогоднюю траву и мусор, существуют определенные правила пожарной безопасности. На личном участке разрешено, но надо, чтобы костер разводился не ближе 10 метров к строениям, и этот костер был контролируемый. То есть рядом с вами находились средства тушения. Если вдруг костер начнет распространяться на более большую площадь, вы могли его ликвидировать. За создание пожароопасной ситуации предусмотрены солидные штрафы от 10 до 40 базовых величин. Но, к сожалению, каждый год ситуация с весенними палами повторяется. И каждый год огонь уносит людские жизни. На сегодняшний день на территории Брестской области зарегистрировано уже почти 700 пожаров в экосистемах. Как показывает практика, в абсолютном большинстве случаев это следствие небрежности с огнем со стороны людей, либо умышленного выжигания сухой растительности. Поэтому сегодня мы констатируем, к сожалению, что произошло уже и 37 пожаров на территории частных домовладений, в результате которых уничтожено и повреждено почти 50 строений. Самое тяжелое последствие, что страдают сами люди, у нас уже трое погибших в текущем году, и три человека получили при самостоятельной попытке тушения палов травы ожоги. Стоит задуматься, нужен ли порядок на земле такой ценой. Просто надо помнить, что все зависит от нас самих. Давайте же радоваться весне. Всего хорошего. До свидания.